Зарево от пожара светило всю округу. Глубокая ночь с 6 сентября в Новом Уренгое загорелось расселённое здание. На тушение бросили все силы и средства спасателей. 8 единиц спецтехники и 28 человек личного состава. Жильцы домов, под окнами которых бустовала огненная стихия, задались одним вопросом. Все пожарники стоят. Тушат тот дом, но не этот. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Это означает угрозу распространения огня на рядом стоящие жилые дома. Спасатели обязаны действовать по регламенту. В первую очередь эвакуировать людей. И не только это. Уже происходило оплавление сайдинга и тление деревянных конструкций здания. Поэтому были введены стволы на защиту здания. Загоревшую деревяшку от жилого дома отделяют буквально десяток метров. И видно, как сильно пострадал фасад. Дома некоторые стекла треснуты, некоторые и вовсе лопнуты. И, по словам жильцов, стекла до сих пор падают вниз. Поэтому опасное место огородили вот этой лентой. У кого даже были простые стеклопакеты, конечно, они вообще сразу разрушились. У нас тройной стеклопакет. Но все равно, буквально, дождь если пойдет или что-то еще, сильный ветер. Не факт, что они устоят. Мария Загорская живет в пострадавшем доме. Рассказывает, заменить окна – дело небыстрое и дорогостоящее. А у нее маленький ребенок. Имущество повреждено почти в полусотни квартир. У кого-то окна даже невозможно закрыть, повело раму. Зима тем временем близко. Они буквально наладом дышат. И вот мы, конечно, на этот счет очень сильно переживаем. И можно было бы, конечно, поставить стеклопакеты за свой счет. Да, цена вопроса – 50 тысяч рублей. Пострадало и другое имущество новорингойцев. Больше всего досталось этому автомобилю. Покупка запчастей обойдется примерно в 200 тысяч рублей, не считая стоимости работ по их установке. У нас только ОСАГО, она не предусматривает этот страховой случай. Обращались мы в администрацию, обратились мы, написали им письмо. Сообщение пришло, что письмо зарегистрировано. Ответы на свои вопросы жильцы получат в эту субботу. Администрация города проведет общее собрание.